Доля опухолевых образований области головы и шеи составляет около 20% онкологической заболеваемости. И часто эти опухоли оказываются очень агрессивны. Они быстро растут, дают множественные метастазы и с трудом поддаются лечению. Мужчины сталкиваются с такой проблемой в 6 раз чаще, чем женщины. Наиболее поражаемый возраст – 45-65 лет. Опухоли гортана глотки – тема сегодняшней программы. В студии «Здоровье» представители онкоцентра. Знакомьтесь, пожалуйста, наши эксперты сегодня. Александр Махонин, заведующий онкологическим отделением опухолей головы и шеи номер 2. И Алексей Габриэлян, врач-онколог онкологического отделения опухолей головы и шеи номер 2. Добрый день. Главный онколог Минздрава России сообщил, что заболеваемость раком на самом деле продолжает расти и приблизительно на 1,5% в год. Сегодня, по его словам, в России около 3 миллионов онкологических больных. Насколько актуальна эта проблема для Самарской области? Плоскоклеточный рак головы и шеи представляет собой огромную медико-социальную проблему. Наверное, начну с того, что в мире ежегодно заболевает плоскоклеточным раком головы и шеи около 800 тысяч человек. Это огромная цифра, практически соизмерима по населению с таким городом, как Тольятти. В целом, около 270 тысяч человек погибает от плоскоклеточного рака головы и шеи ежегодно. В структуре общей онкологической заболеваемости опухоли головы и шеи, то есть плоскоклеточный рак, находится на 9 месте. А вот уже среди опухолей головы и шеи гортань и гортаноглотка находятся на 2 месте. Для Самары заболеваемость средним на уровне 7 на 100 тысяч, около 150 человек в год заболеет данным заболеванием в Самаре. Рак гортани – это заболевание, в структуре которого большую роль играет на наши вредные привычки. То есть это употребление алкоголя и курение. Причем, чем менее качественные сигареты и менее качественный алкоголь, риск возрастает в разы. То есть рандомизированными исследованиями, то есть это исследования, которые имеют под собой определенную научную базу, доказано, что человек, курящий и потребляющий алкоголь, имеет риск в 15 раз выше, чем не курящий и не потребляющий алкоголь, заболеть раком гортани. Чаще раком горта они болеют и лица мужского пола, возраст выше 50 лет. Александр Александрович, Вы сказали, что курение – очень сильный провоцирующий фактор для новообразований злокачественных. А просто чтобы, может быть, кто-то не испытывал заблуждений, вот говорят, что, например, курение кальяна абсолютно безвредное и можно этого не бояться. Можете сказать, включается сюда же вот этот вариант курения? Хороший вопрос, потому что многие считают, что, допустим, курение трубки, курение кальяна, курение электронных сигарет – это, так скажем, достаточно безвредная привычка. На самом деле это не так, так скажем, а курение вот этих модных электронных сигарет, пожалуй, это еще более отягощающий фактор в развитии рака гортани и рака легкого. Термин гортана – глотка, такой непривычный для непосвященного уха. Можете объяснить, чтобы было понятно дальше, о чем мы будем говорить? Так, схематично. Пытаемся. Здесь на схеме, в принципе, изображена часть трахеи, несколько колец трахеи, гортань, вот этот вот щитовидный хрящ, вот, который расположен как щит, так скажем, перед гортанью. Далее подъязычная кость, между ними щитоподъязычная мембрана, а выше расположена как раз гортанная глотка. То есть это место, где существует перекрест дыхательных и пищепроводящих путей. Да, и второй нам тоже сразу покажите, пожалуйста, чтобы было понятно. Вот где на самом деле может локализовываться опухоль? В любом месте? Да, к сожалению, плоскоклеточный рак головы и шеи может локализовываться в любой месте, где есть слизистая. Но все-таки чаще, чаще, то есть она расположена либо в гортанной глотке, либо в гортане. Вы уже сказали, что чаще всего больные обращаются к вам на последних стадиях заболевания. Это действительно так, да? Ну, а очевидно, это связано с тем, что никаким образом не проявляет себя заболевание. Можно вообще что-то должно насторожить человека? Может человек сам заподозрить у себя развитие такого заболевания? Существует данное заболевание носит бессимптомное течение на начальных стадиях. И если рассматривать этот вопрос, то здесь нужно все-таки говорить о отделах гортани и гортанной глотки. Вообще, анатомически гортань делится на три отдела. То есть это верхний, средний отдел и нижний. Сейчас я поясню конкретно, что к чему. Средний отдел – это непосредственно голосовые складки гортани. Все, что выше голосовой складок – это верхний отдел. Нижний отдел – это, соответственно, ниже голосовых складок. Наиболее часто поражается отдел средний и верхний отдел. Если поражается верхний отдел, то пациент может испытывать чувство дискомфорта, неловкости при глотании. В последующем уже присоединяются в более, так скажем, запущенных стадиях – это боль при глотании и приеме пищи, и прохождение пищи. Этот отдел поражается более 80% случаев. Если говорить о среднем отделе и нижнем отделе, то здесь клиника более яркая. Изменение в начальных стадиях – это изменение голоса, то есть тембра голоса. Возникает осиплость, охриплость голоса. В последующем присоединяется уже полная, так скажем, потеря, афония, другими словами, и стеноз, когда опухоль прорастает, просвет гортани, и пациенту не хватает воздуха для того, чтобы полноценно вдохнуть. В целом, при изменении голоса пациент может обратиться к врачу, и если должным образом его, так скажем, обследует и осмотрит, то можно выявить на ранних стадиях. – Нащупать у себя какие-то… – Лимфатические, да, лимфатические изменения может тоже осмотреть, подойти к зеркалу, увидеть, что есть асимметрия одной правой и левой половины, и тоже это является. Но это уже вторичное поражение, чаще всего это уже при третьей-четвертой стадии. – В этом году, в сентябре, насколько мне известно, проходила третья европейская неделя о диагностике опухолей головы и шеи, и специалисты онкоцентра принимали в ней участие, правильно? – Да. – С какой целью вообще было организовано это мероприятие, что там обсуждалось? – В Европе было проведено анкетирование широкой массы людей, где были заданы, в общем-то, такие вопросы, как, что такое рак головы и шеи, какие ранние симптомы, с чем это можно связать. – И выяснились такие ужасающие, в общем-то, данные, что 75-80% респондентов вообще не знали, что такое есть рак головы и шеи. Вот 80% респондентов связывало рак головы и шеи непосредственно только с головным мозгом. Вот, соответственно, процентов 85-90% никак не увязывало возникновение рака головы и шеи с такими вредными привычками, как курение, принятие алкогольных напиток. – Узывительные факты. – Ну, это реальные факты, то есть это было анкетирование. Вот, так скажем, такие симптомы, в общем-то, угрожающие, существующие 1-2-3 недели, как охриплость, так скажем, поперхивание, какой-то дискомфорт при глотании, боль в горле, допустим, там, ну, какой-то отделяемый из носа, из уха, там, заложенность в ухо, стреляющие боли в ухе, никак не увязывали вообще с возможностью ранних симптомов рака головы и шеи. Ну, и, соответственно, процентов 98 никак не увязывало инфицированную вирусом попелом человека с возможностью возникновения данного рака. Вот, и цель, в общем-то, этой Европейской недели – охватить как можно большую массу населения, как можно большую массу, так скажем, врачей-специалистов, работающих в области головы и шеи, с целью информированности, вот, о вышеперечисленном, что я сказал. Вот, и Европейская неделя ранней диагностики, она, наверное, представляет собой такое единение усилий руководящих органов здравоохранения, в общем-то, фармкомпании и, соответственно, специалистов в области головы и шеи, с целью, в общем-то, раннего выявления даже не столько раннего рака, сколько вообще каких-то предраковых состояний. Вот так вот, даже скажу, ну, это с одной стороны, а с другой стороны информировано население о том, что если существует какой-то симптом, к примеру, так, охриплость, и он, несмотря на лечение, не проходит у тебя в течение, так скажем, недели-двух, то это, в общем-то, повод бежать уже бегом, бежать к врачу-специалисту. В связи с этим вопрос, всего скорее человек с болью в горле побежит к отоларингологу, и поскольку вот заболевание, о котором мы говорим, находится именно в этой части, то существует ли у вас сотрудничество с отоларингологами, со стоматологами в вашей работе? Да, конечно, и вот как раз одна из целей Европейской недели, то есть, во-первых, не только население информирует, но и информирует врачей-специалистов, опять же, создать вот эти мультидисциплинарные команды, то есть, в которые входят в врач-онколог, лор, стоматолог, челюстно-лицевой хирург, дерматолог для осмотра, так скажем, больного. Получается, что вот у этих специалистов тоже должна быть очень сильная онконостороженность, правильно, чего на сегодняшний день? Вот оставляет желать лучшего или я ошибаюсь? Ну, наверное, цифры говорят за себя, то есть, и 75% больных, выявленных на поздней стадии заболевания, это говорит о том, что, ну, не все, наверное, хорошо. И результат вот этой Европейской недели последний говорит сам за себя, то есть, из 240 обратившихся людей, цифры, к сожалению, не очень, так скажем, высокая, хотелось бы больше, не имеющих жалоб, в принципе, так скажем, 10,6% просто эти цифры свежие выявлены с каким-то фоновым или предраковым заболеванием, таким, как гиперпластический хронический ларингит, хронический декомпенсированный тензелит, ну, допустим, хроническая трещина нижней губы, или кто когда из людей обращал внимание, допустим, на скол на зубе, ну, вот откололся зуб, так скажем, ну, сегодня руки не дошли сходить к врачу-стоматологу, завтра... Ну, да, завтра к этому уже привык, а тем не менее, вот, так скажем, идет хроническая травматизация языка об этот сколанный зуб и, соответственно, рано или поздно это приведет к возникновению злокачественной опухоли. Также, так скажем, в ходе вот этой Европейской недели у людей без жалоб, у двоих, по крайней мере, ну, было такое веское основание выставить диагноз как подозрение на рак. Они сразу же были направлены в онкоцентр. Вот. То есть здесь, как бы, цель того, что цель вот этой Европейской недели выявить какое-то предраковое фоновое заболевание и вовремя его пролечить. И не допустить этого рака вообще, вот так вот скажем. Вот, Александр Александрович, сила информации, сижу, ощупываю язык об зубы, нет ли где скола, не дай бог. Ну, да, нет. Ну, если шутки в сторону, то о диагностике, да, Алексей Григорьевич, мы уже услышали, что она сложна. Как проводится диагностика опухолей гортана глотки? На сегодняшний день существует и по-прежнему это рутинные методы, стандартные методы исследования. Это наружный осмотр, при котором можно осмотреть гортань по отношению к шее, оценить состояние лимфатических узлов. И зеркальный осмотр, то есть при помощи зеркал осмотреть гортань. Называемый метод непрямая ларингископия. Также рутинным методом является томография или рентгенография гортани. Ну, и завершающим методом в обследовании с подозрением на рак гортани является фиброларингископия. То есть суть ее, так же, как и фиброгастроскопия, при помощи гибкого эндоскопа обнаруживает опухоль, забирает материал на исследование и путем подтверждения или опровержения ставит диагноз. Более современные методы на сегодняшний день – это фиброскопия с использованием фотодинамической диагностики, когда пациенту вводится внутривенно в специальный раствор и под определенным лучом света лампы определяют очаг опухоли. Также стробоскопия – метод основан на измерении колебания подвижности голосовых складок. Этот метод хорош, когда имеются подслизистые опухоли, которые не видно при фиброскопическом исследовании. Ну и компьютерная томография, магниторезонансная томография тоже является методом диагностики подслизистых образований. На сегодняшний день в хирургических отделениях прогрессивно используется метод видеоассетированной прямой эндоскопии, при котором можно определить четко границы этой опухоли. Вот если человек все-таки, слава тебе Господи, обращается к вам вовремя на первой-второй стадии заболевания, на что он может рассчитывать? Может ли он рассчитывать на то, что ему проведут органосохраняющую операцию? Да, как правильно вы заметили, органосохраняющая, органосберегающая операция. С первой-второй стадии больные, как правило, это 25%. В основном подхода два. Первый подход – это открытая операция, то есть резекция. Суть их заключается, то есть это выполняется разрез на шее, нарушается каркас гортани, то есть щитовидный хрящ, удаляется опухоль. Пациент долгое время находится, подчеркну, где-то 14 дней у нас в отделении. В последующем уже мы дополняем каким-то методом лечения дополнительным. Это открытая операция. На сегодняшний день, или даже точнее сказать, с 2012 года, благодаря поддержке администрации, у нас внедрена новая методика видеоассетированных эндоларингеальных резекций. Показаниями к ней являются опухоли первой-второй стадии гортани и гортанной глотки. Суть ее заключается в следующем. Пациент госпитализируется в отделении, находясь в наркозе, при помощи специальных инструментов, жесткой трубы, которая помещается в полусерта, мы вывешиваем гортань, вывешиваем параллельно операционному столу. Звучит устрашающе. Да, устрашающе звучит. На самом деле эта процедура занимает в целом 15 минут, с кровопотери 5 миллилитров. После чего пациенты находятся в течение 6 дней у нас в отделении, легко переносят это состояние как соматически, так и в психоэмоциональном плане. То есть, потому что гортань все-таки это социально важную функцию выполняет. Вы сказали 25% всего лишь таких больных. Получается, что 75% все-таки обращаются на стадиях уже запущенных, на третьей и четвертой. И здесь уже операция, видимо, достаточно травматичная. И поскольку вот сейчас Алексей Григорьевич сказал, что орган-то социальный, да, человек же должен говорить, должен общаться каким-то образом, то о каком вообще качестве жизни пациента после операции можно говорить, если у него будет удалена гортань, наверное, да, могу сейчас ошибаться? Да, правильно говорится. Но, наверное, не очень хорошим. Я тогда, наверное, позволю себе напомнить то, что вот в Самарской области выявляется около 150 вновь заболевших больных, так скажем, раком гортани. Практически 100 человек из них будут на поздние стадии. Здесь с онкологических позиций люди начинают лечиться комбинированным или комплексным методом, то есть лучевой терапией в сочетании с химиотерапией и, соответственно, с операцией. Вот как раз резекционный этап, он включает в себя так называемую операцию по удалению органа полностью, то есть эксерпация гортани. Эта операция дает хорошую онкологическую надежность, хорошую пиццелетнюю выживаемость, порядка 65-75%. Но операция такая леча, то есть человеку удаляется голосообразующий, голосо, так скажем, генерирующий аппарат. Ну, голос для человека очень важен, так скажем. Я вот, может быть, здесь включу слова известного поэта Вадима Шефнера. Такие стихи у него есть хорошие, как слово можно убить, слово можно спасти и так далее. То есть тут, наверное, как ничто иное, очень хорошо отражает значимость слова, голоса для человека. И по России есть данные о том, что около 30% больных отказываются от этой операции и умирают в течение первого года после выявления данного диагноза. Вот. И не потому, что мы его не можем вылечить, так скажем, а потому, что человек боится, что он потеряет голос, утратит свою какую-то социальную значимость, рабочее место. Он, как бы, останется за бортом жизни, так что-нибудь сказать. И, в общем-то, мало того, что сами больные воспринимают потерю голоса как очень тяжелую утрату трагедии, это также и родственники его, и его друзья воспринимают это так же. И недаром процент инвалидизации вот в данной группе населения, он достигает практически 90-95. На сегодняшний день задача современной онкологии, в общем-то, ее приоритетное направление, с одной стороны, это увеличение, так скажем, продолжительности жизни, с чем мы, в общем-то, хорошо справляемся. И вторая задача, и, наверное, по сути, она не менее важная, чем первая, это улучшение качества жизни. Но вот в этом направлении-то вы можете что-то сделать? Да, вот в этом направлении, так скажем, благодаря поддержке, так скажем, непосредственному участию и руководству нашего учреждения в лице главного врача, в лице Ночмеда, с сентября месяца нами освоен метод, так называемый метод трагедии пищеводного шунтирования с голосовым протезированием, который после операции с высокой онкологической надежностью, подчеркиваю, ларингоэктомии, дает возможность человеку остаться с озвученным голосом. Каким образом? Да. Вы, я где-то читала, что в Лондоне изобрели искусственную гортань, мы об этом говорим или нет? Да, 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 ну здесь с 2001 года группы научных сотрудников, ну, наверное, так скажем, инженеров и врачей, вот как раз разработаны вот эти голосовые протезы, они широко начали применяться в Европе. Но вот до недавнего времени, в общем-то, жителям Российской Федерации это было невозможно, вот это, так скажем, голосовое протезирование, ну, сейчас, по крайней мере, с 2010 года, это значит, в ведущих клиниках Москвы и Петербурга, вот, мы тоже к ним подтянулись. Теперь в ведущей клинике Самары. Да, и теперь, так скажем, да, мы, в общем-то, встали, по крайней мере, по этому показателю на европейский уровень. А результат это вас устраивает? Человек действительно начинает говорить после операции? Да, то есть здесь существует, в общем-то, показания к первичному трахево-пищеводному шунтированию, когда, в принципе, мы человека, оперируя, делая резекционный этап по удалению горотани, выполняем второй этап, уже реабилитационный, так скажем, имплантируем вот это вот высокотехнологичное, так скажем, в медицинское изделие, также можно применить отсроченное трахево-пищеводное шунтирование, то есть больному, который когда-то перенес данную операцию, причем в литературе описаны данные даже, что 15 лет назад, в котором успешно имплантируется, так, скажем, данное изделие, и получается звучная речь. По литературным данным, в принципе, 97% людей в течение ближайшего срока, то есть один-два дня начинает совершенно нормально общаться с окружающими. По нашим данным, мы имплантировали, так скажем, данный процесс 12 больных, в принципе, все 100% операции прошли успешно, то есть люди довольны, высокие качества параметра голоса, люди без гортани, что, казалось бы, таким нонсенсом, я еще бы и сам, может быть, два года назад в это не поверил, могут читать стихи, петь песни, что как бы по определению невозможно. Ну, и для того, чтобы все-таки у вас было как можно меньше возможности оттачивать мастерство, я имею в виду для того, чтобы у вас стало все-таки меньше пациентов, становилось их меньше, с каждым годом, наверное, не лишним будет еще раз сказать о профилактике. Бросить курить, это понятно. Да, наверное, так. В первую очередь избавиться от вредных привычек, то есть потребление алкоголя, ну, в каких-то, наверное, умеренных количествах, если уж нельзя отказаться совсем, бросить курить однозначно, так скажем. Это, наверное, единственная, так скажем, привычка, от которой вообще нет никакой пользы. Если уж там с алкоголем, так скажем, всем и грешно, отчасти в меру, то от курения явно никакой пользы нет. Второе, так скажем, есть определенные вредные производства. То же, так скажем, производство необходимое, так скажем, серной кислоты, той же соляной кислоты, той же нефти, так скажем, не пренебрегать средствами индивидуальной защиты. То есть они существуют, за этим четко следить, но, тем не менее, сами понимаете, наши граждане порой не выполняют вот этих элементарных правил, то есть одевание вот этого респиратора, замена там респиратора, установленные сроки и так далее. Посещение профосмотров, то есть не генерировать вот этих вот каких-то скрининговых программ. На следующий год, я думаю, мы обязательно проведем четвертую европейскую неделю. И вот в этом году, несмотря на то, что в средствах массовой информации, в общем-то, достаточно доступно было изложено, что то, что приходите, что это акция бесплатная, приходите, осматривайтесь, так скажем. Ну, вот пришло 240 человек, что, наверное, нельзя сказать, что это много. На миллион 300, конечно, немного. Да, факт есть факт. То есть на миллионный город 240 человек, это как бы ни о чем. Ну, я думаю, что сегодняшний разговор, он все равно о том, что беспечность бывает опасна для жизни. Спасибо большое. В нашей студии сегодня были представители Самарского онкологического клинического онкодиспансера. Самые первые симптомы рака гортания имеют признаки простудного заболевания, вирусной инфекции или аллергической реакции. И это весьма затрудняет диагностику болезни на ранних стадиях. Поэтому, если описанные признаки не проходят более двух недель, лучше срочно обратиться к врачу. Будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!